С вами снова Хитсад ТВ и сегодня тема нашей беседы посадка базилика. Базилик любимая культура, хотя я знаю точно людей, которые не любят базилик. Но основная масса населения все-таки любит эту волшебную ароматную травку, любимую итальянцами. Базилик это красивое растение, причем вы знаете, можно выращивать не только зеленые сорта, вот как у меня. Я все-таки старанница именно зеленых сортов. А можно выращивать и бордовые. Даже есть на сегодняшний день черный сорт базилика, который прекрасно смотрится в любых клумбах. И базилик есть низкорослый, высокорослый. То есть вариантов очень много. Выбирать, конечно же, вам. Что вы должны знать, когда решили посадить базилик? Базилик выращивать лучше через рассадным способом. Если вы посеете прямым посевом в грунт, то можно просто фактически не дождаться всхода. Потому что он действительно и не очень хорошо всходит, вот именно в грунт, посевом прямым посевом в грунт. В семенах он всходит прекрасно. А вот когда сеете в грядку, вероятность того, что посева будут третки, конечно, очень велика. Поэтому сеем базилик рассадным способом и рассаду уже высаживаем в открытый грунт. Когда высевать рассаду в грунт? Вот этот вопрос часто очень задают. Вы знаете, во всей литературе можно найти очень много вариантов посева с руки, когда высевает рассаду. Но помните всегда одно и то же. Все эти томаты высаживайте в открытый грунт. Все эти, сажайте баклажаны, перцы. Вот это самое время сеять и базилик высаживать в открытый грунт. Дело в том, что базилик это тоже теплолюбивая культура. Он любит питательные почвы, влагу и очень любит солнце. Поэтому место для него мы выбираем самое солнечное, без продува холодных ветров. И желательно, чтобы даже ветер, даже если это южный теплый ветер, чтобы он не качал и растение и не ломало. Базилик очень, в принципе, это неприхотливое растение и прекрасно дружит фактически со всеми зелеными культурами. Чудесно себя чувствует он в союзе с томатами. Томаты, кстати, вкус от томатов улучшается в разы. Поэтому я вам настоятельно рекомендую. Посадите, пожалуйста, базилик рядом с томатами. Прежде чем продолжить смотреть видео, подпишитесь на наш канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Приятного просмотра! Базилик. Все части растения имеют вот этот аромат. Наиболее ярко выраженный аромат именно в цветах. Но все части растения тоже имеют вот такой ароматический, специфический запах. Поэтому, посадив его с перцами, посадив его с баклажанами, вы тем самым защитите растения от различных грибковых заболеваний и от вредителей многих, которые тоже не выносят именно вот этот пикантный запах базилика. Как сажаем базилик? Здесь ничего сложного нет. Если у вас вот так же рассадным способом, самое главное помните, что базилик мы не заглубляем. То есть, вот как он рос, так и сажаем. Если он у вас вот тоненький, стебелек не толстый, как вот у меня, то, конечно, можно привязать шпажку. Обычную шашлычную шпажку. Не надо там какую-то конструкцию по укреплению. Буквально несколько недель, и у него стебелек станет толще, и можно шпажку будет убрать. Если вы планируете базилик высаживать не как декоративную культуру для цветения, а как пряную зелень, то тогда до цветения лучше его не допускать. То есть, цветоноса убирать. И еще, обязательно прищипывайте. Прищипывание для базилика это прекрасно. То есть, он начнет куститься, наращивать красивый кустик, ну и, соответственно, вы получите больше зелени. Расстояние между высадкой базиликом, если вы высаживаете его в грядку, где-то составляет сантиметров 50. Если у вас кустовой базилик крупный, то лучше побольше. А так, в общем-то, это вот, наверное, все. Самые основные такие моменты. Еще, если, например, высаживаете рядом с томатами, то по какому принципу, где сажать рядом с томатами? Ну вот, посмотрите, у меня два рядом томата. Вот сюда можно в середку между ними посадить на край грядки базилик. Здесь ему будет хорошо. Ветер его не будет мучить, и в то же время большое количество солнца. Следующий я посажу вот здесь, в середке. Пожалуйста, можно и так. То есть вариантов массу. Если вы сажаете среди перцев, то можно чередовать перец-базилик. Перец-базилик тоже прекрасно будет и смотреться, и, как я уже сказала, они друг друга будут защищать. Буквально 2-3 растения на длинную грядку достаточно для того, чтобы уберечь ваши растения. Прекрасно смотрится базилик в клумбах. Цветоносы у него красивые. Есть базилик белый с розоватыми цветочками. То есть вариантов там много. И он очень органично смотрится в цветниках. Пожалуйста, если вы не любите его как пряную добавку, можно выращивать как декоративную культуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура воды, полива, когда вы поливать будете базилик, точно такая же, как для основных теплолюбивых культур. Выше 25 градусов. То есть базилик это приветствует. По кормлению базилика достаточно за несколько раз просто покормить его полным комплексом минеральных удобрений. И в общем, по большому счету, и все. 2-3 раза за сезон это более чем достаточно. Заходи на hitsad.ru и покупай товары для сада и дачи. Я думаю, что вот такой мини-рассказ про базилик вам пригодится. Выращивайте эту чудесную травку в своем огороде. И поверьте, вы избавитесь от многих проблем вот благодаря вот этим милым маленьким кустикам. Ну и, конечно, попробуйте сделать великолепный, чудесный соус песта, который разнообразит ваши летние блюда. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех наших новостей. Всем пока! Друзья, подписывайтесь на hitsad.ru на ютубе, канал для дачника и садовода.